В 2015 году участники долевого строительства дома номер 13-Б по улице Индзинской так и не получили своих уже оплаченных квартир. После того, как были построены полтора этажа, все работы на объекте прекратились. В результате мошенничества руководителя Донской строительной компании, бывшего члена партии «Единая Россия» и бывшего депутата Азовской городской думы Валерия Бессмертного, дольщики лишились денег и остались без жилья. Чтобы восстановить справедливость, люди обращались во все возможные инстанции, в том числе в городскую администрацию. Бывший главный архитектор Наида Исматулаева настоятельно порекомендовала перейти им в строящийся жилищный комплекс «Новый Азов». В конце 2018 года главный архитектор Наида Абдулаевна собрала нас всех на очередную встречу обманутых дольщиков и предложила нам вариант перехода. Сказала, что других вариантов у нас нет. Единственный для нас вариант фонда тогда еще не было, на который можно было надеяться на возмещение средств. И единственный наш вариант получить хоть что-то – перейти сюда. Сейчас сложно сказать, чем руководствовалась Наида Исматулаева, которая уже давно работает в другом регионе, на более высокой должности, когда перенаправляла людей в строительную компанию «Виндекс». На момент заключения этих сделок в «Виндекс» уже были проблемы, были неисполнены исполнительные листы судебные по невыплаченные средства. И они находились уже в то время в затруднительной ситуации. 24 человека с Инзинской 13-Б «Виндекс» согласился принять к себе из всех. Он принял не всех. Приняли только сюда по договору цессию только тех, кто был зарегистрирован в фонде обманутых дольщиков в Ростове, в региональном фонде. И у кого был полный пакет документов и стопроцентная оплата без долгов. Вот эти люди сюда перешли, самые законопослушные, у кого не было никаких долгов, кто оформил все документы. В дальнейшем дольщикам стало понятно, сделки, заключенные с компанией «Виндекс», не соответствуют реальному положению дел и были заключены с целью прикрытия какой-то другой сделки, то есть, говоря юридическим языком, являются притворными. В конце 2019 года был образован фонд по защите прав обманутых дольщиков, который 12 ноября положительно решил вопрос о выплате компенсации дольщикам по Инзинской 13-Б. Со вчерашнего дня начался прием соответствующих заявлений. Вместе с тем, как мы заключили переуступку, мы обязались написать заявление о выходе из реестра обманутых дольщиков. То есть, у обманутых валерьем бессмертным дольщиков, которые по рекомендации бывшего главного архитектора перешли в строящийся жилищный комплекс «Новый Азов», отняли право на эти выплаты. Люди надеются, что суд восстановит справедливость и признает сделки с «Виндексом» недействительными. Мы, конечно, ждем решения суда о признании сделок недействительной, так как это восстановит наши права и даст нам возможность получить компенсации по объекту Донской строительной компании, которую возглавлял бессмертный Валерий Владимирович. Приговор, кстати, ему был вынесен здесь же, в этом же суде, но, правда, уже по другой статье, по 159-й части 4-й, мошенничество в особо крупных размерах. Представители компании «Виндекс» на суд не явились, но, по словам Дмитрия Чернавского, передали заявление о том, что они поддерживают требования дольщиков и признают сделки недействительными. Они вышли на данные сделки, зная о том, что у них нет возможности их реализовать. И самое интересное, что они до сих пор не заявились в право требования, то есть те требования, которые мы им переуступили, они не заявились. Компания ОО «Виндекс» не вступила в реестр кредиторов и не требует никаких денежных средств. И, соответственно, они их и не могут получить, но они их и не требуют. На судебном заседании со стороны ИСОВ было подано ходатайство о привлечении в качестве третьего лица Федерального фонда по защите прав обманутых дольщиков. Мы очень сильно переживаем. Дело в том, что мы попали второй раз на непорядочных людей, застройщиков. И есть вероятность того, что мы вообще не восстановим свои права ни на одном, ни на втором объекте. На одном из правительственных совещаний президент России Владимир Путин призвал коллег сделать все возможное, чтобы избавиться, наконец, от такого позорного явления, как обманутый дольщик. Люди, которые перешли из ДСК Валерия Бессмертного в компанию «Виндекс», оказались вдвойне обманутыми. Надеемся, чиновники, от которых зависит правильное и, что очень важно, оперативное решение, действительно сделают все для восстановления прав граждан. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Александр Кучиц, Азов.Инфо Продолжение следует... Продолжение следует...